Семья миссионеров собрала чемоданы и приготовилась к новому приключению в Албании. Бог позвал Дель Мара, Нати и трехлетнюю Клару для служения в глобальной миссии в окне 10 на 40. Мы оба родом из Бразилии. Я думаю, что Бог вложил в наши сердца желание служить в другом месте, в другой среде, в таком месте, где нам было бы некомфортно. Это бросило нам вызов в пастырском служении. Также вскоре мы осознали некоторые проблемы, с которыми нам придется столкнуться, проповедуя Евангелие в этой стране. Долгие годы Албания была коммунистической территорией и запрещала религию. Кроме того, объявила себя первой и единственной атеистической страной в мире. Но коммунизм упал в 1990 году, а религия сейчас не является приоритетом для большинства людей. На 3 миллиона человек приходится всего 120 адвентистов, проживающих в Албании. Дальмар, Нати и Клара были назначены служить в городе Корче, в первой адвентистской церкви страны, построенной в 1994 году. Первый год был особенно трудным. Несмотря на усилия, ни разу не было крещения, и никто не заинтересовался изучением Библии. В конце года я очень расстроился, потому что не видел ничего особенного в церкви. Я не видел, чтобы в церкви что-то действительно менялось. Мы привыкли сравнивать большие дела с большими цифрами. Первый год я старался изо всех сил и много работал для того, чтобы сделать что-то важное в моем понимании. На пике разочарования Дальмару перезвонили и предложили быть пастором в Большой церкви Бразилии. Это предложение, казалось, пришло как раз вовремя, и он сразу поделился этой хорошей новостью со своей женой. Я пришел поговорить с женой. Нам позвонили, предложили вернуться в Бразилию для служения. Что скажешь на это? Мы все равно здесь ничего не можем сделать. Почему бы нам не принять этот факт и просто отпустить это все? Она посмотрела на меня и сказала, «Как ты думаешь, мы сделали все, что могли здесь, в Албании? Ты действительно думаешь, что пора покинуть это место?» Она добавила также, «Я лично считаю, что мы должны остаться, что Господь что-то приготовил для нас здесь. Может, Он хочет нас чему-то научить в этой стране и все еще использовать для служения. Мы отказались от предложения уехать в Бразилию и много молились, чтобы Бог направлял нас в нашем служении, в этой сложной части мира. Дальмар и Нати заметили, что по соседству есть много детей. Это было хорошее начало. Мы также поняли, что Клара могла бы стать для них отличным миссионером, потому что каждый раз, когда мы идем с дома или возвращаемся домой, дети, увидев Клару, говорили, «Эй, Клара, давай играть!» «Давай сделаем это, давай сделаем то!» У нас было отличное место для игры в волейбол, поэтому мы им сказали, «Давайте поиграем вместе». А дальше все случилось само собой. Вскоре дети начали ходить в церковь. Кроме того, они начали посещать церковь каждую неделю, а около двух раз в неделю приходили к нам играть в волейбол. Через несколько недель они узнали меня как пастора. Они очень хорошо знали Нати и Клару. Мы были очень счастливы, потому что теперь церковь была полна. Дальмар и Нати попросили помощи двух добровольцев-адвентистов из Бразилии. Одна из участниц, Анжела, каждые несколько месяцев приводила с собой в церковь своего друга Фатьона. Мы с Фатьоном стали друзьями. Мы начали говорить о Боге и вместе изучать Библию. Я пригласил его присоединиться к нашей группе, и он был очень взволнован, и усердно участвовал, и помогал нам во всем. Он нам сказал, «Я очень хочу участвовать. Я хочу помогать этим детям и служить обществу». Буквально через несколько недель он уже помогал нам с детьми. Дети его обожают. Все эти мероприятия сблизили нас, и мне выпала честь крестить Фатьона. Это было мое первое крещение здесь, в Албании. И я был так счастлив видеть, что Господь отвечает на наши молитвы. Любовь Иисуса коснулась сердца Фатьона, и теперь он делится этим с другими. Я молюсь, чтобы как можно больше людей начало следовать за Иисусом. В этой церкви появилось много новых лиц за последние несколько месяцев. Члены церкви связываются с обществом через городской центр влияния глобальной миссии. Нати использует свой музыкальный дар, чтобы проводить уроки с детьми. Они любят учиться игре на скрипке. Центр также предлагает языковые курсы и оздоровительный клуб. В планах предусмотрено расширение за счет большего количества программ. Когда вы пробуете что-то новое и видите, что это работает, это дает вам больше надежды. И это дает нам мотивацию пробовать разные методы, а не что-то одно. Пожалуйста, молитесь за это служение, поскольку оно продолжает расти и вливаться в сообщество. И молитесь за миссионерские семьи, такие как Дельмар, Нати и Клара, которые служат на передовой миссии. Когда мы были призваны миссионерами, я думал, что готов изменить мир. Но мне потребовался год, чтобы понять, что прежде чем я что-то сделаю, надо позволить Господу изменить меня. Спасибо за поддержку миссии Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Тебе нравится жить в Албании? Да? Адвентистов Седьмого Дня